В ближайшем будущем Казахский национальный аграрно-исследовательский университет начнет подготовку специалистов по внедрению в отечественном сельском хозяйстве умных технологий. Речь идет о дистанционном зондировании земли для оптимального использования пассивных площадей и применения искусственного интеллекта в процессе капельного орошения сельхозкультур. Вместе с тем сельхознауку намерены развивать при помощи форсайтных исследований. Что это такое? Узнаем у нашего гостя в студии доктор ветеринарных наук, профессор, декан факультета ветеринарии, Казахского национального аграрного исследовательского университета Сырсембай Абдрахманов. Сырсембай Кадрюч, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студии. Скажите, пожалуйста, что это такое форсайтные исследования и как с их помощью вы намерены продвигать сельхознауку? Форсайтные исследования по своему назначению это систематический анализ насущной проблемы на основе количественных, качественных методов с использованием, а также нахождение эффективных управленческих решений на основе этих исследований. В частности, на базе Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан последний год я занимался экспертными форсайтными исследованиями именно в отрасли ветеринария. То есть состояние, перспективы развития ветеринарной науки в Республике Казахстан. То есть это определение приоритетов, какая отрасль необходима сейчас развивать больше? На самом деле получается так, что в настоящее время существуют глобальные тренды в развитии агротехнологий, агроинноваций и сами по сути себе форсайтные исследования, именно в частности в области ветеринарии, они направлены на то, чтобы определить наиболее важные тенденции глобальной направления развития именно ветеринарной науки. Да, в первую очередь, наверное, это направлено на то, чтобы организовать эффективный менеджмент управления, в частности, ветеринарной науки. Какая роль отводится кадрам? Какие условия сегодня создаются абитуриентам? Ну, необходимо сказать, что в настоящее время именно абитуриентам, в частности, аграрного сектора создано очень много, так сказать, возможностей. В частности, в наш Казахский национальный аграрный исследовательский университет существует, так сказать, много возможностей для молодых абитуриентов, для выпускников, именно в том плане, что, ну, во-первых, проходной балл снижен до 50 баллов, то есть это раз. Второе, значит, большое количество грантов именно на аграрные специальности, которые, в частности, выделены и целевые именно для нашего университета. Далее, вопросы социальной поддержки молодых людей, вопросы наличия военной кафедры, то есть молодые люди могут, помимо основной специальности, получить и, так сказать, военное образование. Ну, и я думаю, что, в частности, это вот интересная социальная жизнь молодых в будущем, которые непосредственно должны в будущем посвятить себя сельскому хозяйству и внести большой вклад именно в развитие аграрного сектора. — Существенные подспорья, бесспорно. Вот вы не первое десятилетие, да, работаете в ветеринарной сфере, да? Вот как на сегодня вы оцениваете развитие ветеринарной науки в стране? — На основании форсайтных исследований, которые мы проводили, в частности, необходимо отметить, что в настоящее время в системе развития ветеринарной науки существуют определенные проблемы. Ну, одна из первых проблем — это напряженная эпизодическая ситуация в республике по многим инфекционным болезням. То есть в этой связи необходим научный подход по именно эффективному менеджменту планирования организации ветеринарных мероприятий, чтобы не допустить возникновения распространения этих инфекций. — Вторая проблема, которой непосредственно мы связываемся в настоящее время, — это само развитие сельского хозяйства, в частности, животноводства, ведет к тому, что в настоящее время количество поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане, оно практически достигло уровня 91-го года. Увеличение поголовья, в свою очередь, ведет к дополнительным определенным рискам. Это в первую очередь плотность поголовья на квадратный километр или метр, вопросы обеспечения именно вакцинами своевременной, глобальное потепление климата, вопросы организации именно научных исследований с тем, чтобы профилактировать эти заболевания, организовать правильные схемы лечения животных. — Спасибо вам большое. Успехов вам в работе.